Всех приветствую на своем канале! В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такую вот самую простую звездочку крючком, которая состоит из столбиков с одним накидом и полустолбиков с общей вершиной. Вяжется она очень просто, я постараюсь максимально вам объяснить, как ее сделать. Она вам пригодится для оформления и декора в квартире, например, можете связать различные там салфеточки, подушки оформить, также с нее я вязала игрушку с плюшку, то есть она у меня была как за основу тельца, эта звездочка. В общем, использовать можете ее да где угодно, вы уже по обстоятельствам и по своей, так сказать, фантазии сможете посмотреть, где вы можете применить ее. Также она подойдет в качестве, вот сейчас я связала из толстой пряжи акриловой, она подойдет в качестве подставочки под горячее, то есть можете связать вот такие вот несколько звездочек индивидуальные под каждую чашку для гостей. Но это так, в качестве идей. В общем, если вам интересно и понравилось, присоединяйтесь, будем вязать вместе. Берем ниточку, крючок, теперь делаем первую петельку. Затягиваем ее, она у нас в счет не идет. И теперь делаем цепочку из пяти воздушных петелек. Захватываем ниточку. Один, два, три, четыре, пять. Находим первую петельку при наборе, в нее вводим крючок, захватываем ниточку и продеваем сквозь две петельки. Делали соединительный столбик. Теперь делаем три петельки воздушного подъема. Один, два, три. И захватываем, делаем накид на крючок, вот это образовавшееся колечко, вводим крючок, захватываем ниточку и сквозь две первые петельки от крючка протягиваем ниточку. У нас получился один полустолбик, то есть недовязанный столбик с накидом. Снова делаем накид, вводим крючок в колечко, захватываем ниточку сквозь две петельки, продеваем ниточку. На крючке у нас 3 незаконченных столбика. Делаем накид и продеваем эту же петельку сквозь 3 полустолбика. То есть соединяем их общей вершинкой. Теперь делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Снова на крючок накид делаем, ныряем в это же колечко, захватываем ниточку и делаем первый полустолбик. Делаем накид, ныряем в колечко, захватываем ниточку и делаем второй полустолбик. На крючке, обратите внимание, у меня 3 петельки. Снова делаем накид, ныряем в колечко, захватываем ниточку, сквозь 2 первые петельки продеваем крючок. У нас третий недовязанный столбик с накидом, то есть третий полустолбик. На крючке 4 петельки, захватываем ниточку, соединяем общей вершиной 4 петельки. У нас получается 3 столбика с общей вершиной, это у нас второй раз. Делаем 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. Снова делаем накид, ныряем в колечко и делаем первый полустолбик. На крючке 2 петельки, накид делаем, ныряем в колечко, второй полустолбик, на крючке 3 петельки. Накид, ныряем, захватываем, третий полустолбик, на крючке 4 петельки. Мы захватываем ниточку и продеваем сквозь все 4 петельки. У нас третий столбик с общей вершиной. То есть 3 полустолбика с общей вершиной. Вот такой вот столбик. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. Ныряем в колечко, делаем первый полустолбик. Ныряем в колечко, делаем второй полустолбик с накидом. Ныряем в колечко с накидом, делаем третий полустолбик. На крючке 4 петельки, мы соединяем их общей вершинкой. Снова 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаем накид, ныряем в колечко, делаем первый полустолбик. Ныряем с накидом в колечко, делаем второй полустолбик. Накид, ныряем в колечко, делаем третий полустолбик. На крючке 4 петельки делаем соединение общей вершиной. Теперь нам нужно вот этот наш петелистник, смотрите, получился цветочек, соединить, замкнуть в круг. Но у нас должно еще вот таких вот, скажем, промежуточка быть, то есть из трех воздушных петелек. Поэтому мы их довязываем 1, 2, 3. Находим третью петельку подъема и делаем в нее соединительный столбик. Замыкаем в кружок. У нас получился вот такой законченный кружочек пятилистничек, цветочек такой в кружочке. Теперь нам нужно перейти соединительным столбиком в первую вот эту вот арочку между лепестками. Первую дырочку, так скажем. Сделали соединительный столбик. И теперь только эти арочки во втором ряду мы будем вязать. Делаем 3 воздушные петельки подъема. Теперь делаем накид. И вот в эту арочку провяжем еще 2 столбика с одним накидом. 1, 2. У нас 3 воздушные петельки подъема. Заменили 1 столбик с одним накидом. И мы еще 2 довязали. То есть 3 столбика с одним накидом. Теперь делаем 2 воздушные петельки, делаем накид и еще в эту же арочку довяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2 столбик, 3 столбик. Вот такой у нас получился первый лепесточек первой арочки. Делаем накид и переходим во вторую арочку. Делаем в нее 3 столбика с одним накидом. Делаем накид, ныряем, захватываем сквозь 2 петельки, продеваем и еще раз сквозь 2 петельки. Для тех, кто забыл. Накид, сквозь 2, сквозь 2. Мы провязали 3 столбика с одним накидом. Теперь делаем 2 воздушные петельки. 1, 2. Делаем накид и в эту же арочку ныряем. Делаем еще 3 столбика с одним накидом. То есть смотрите. У нас шло в первом ряду чередование столбика из 3 полустолбиков с общей вершиной 3 воздушные петли. Столбик, 3 воздушные петли, столбик, 3 воздушные петли. То второй ряд мы вяжем только в эти 3 воздушные петли предыдущего ряда, то есть в эти арочки. И довяжем 3 столбик с одним накидом. Делаем накид и в следующую арочку переходим, делаем 3 столбика с одним накидом. 1 столбик, 2, сюда же 3. 2 воздушные петли и возвращаемся в эту же арочку. Доделываем 3 столбика с одним накидом. 1 столбик, 2 и сюда же 3. То есть он у нас по счету уже 4, 5 и 6. То есть 1, 2, 3, 2 воздушные петли, 4, 5 и 6. Вот так вот по 6 столбиков с перерывом по серединке. Снова делаем накид. Делаем первые 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. И довязываем 4, 5 и 6. То есть вторую, тройку столбиков. 1, 2 и сюда же 3. Находим последнюю арочку. Делаем накид. В нее довязываем 3 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли. 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Мы провязали во все арочки вот такие вот элементы. Нам нужно замкнуть в круг. Уже получается даже не круг, а пятиугольничек. Находим третью петельку подъема 1, 2, 3. И делаем в нее соединительный столбик. Вот таким вот образом мы с вами замкнули в круг. Теперь делаем переход в следующую петельку с соединительным столбиком. Как и в первый раз мы делали здесь переход в арочку, так и в каждом последующем ряду мы будем переходить в следующую петельку. Делаем 3 воздушные петли подъема, которые нам заменят столбик с одним накидом. Делаем накид. И находим вот здесь вот первую петельку. В нее делаем 1 столбик с одним накидом. То есть просто провяжем над столбиком столбик. И с предыдущего ряда над столбиком столбик у нас получаются 3 воздушные петельки. Теперь делаем накид и переходим вот эту арочку из 2 воздушных петелек предыдущего ряда. Делаем в нее такой же элемент, как и в прошлый раз. 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. Я провязала первые три столбика, делаю две воздушные петли и довязываю еще вторые три столбика. Один, второй и третий. Теперь я довяжу еще два столбика с одним накидом по столбику в каждую последующую петлю. То есть как у нас здесь было два столбика элемент, теперь с этой стороны два столбика после элемента. Один столбик и следующую петельку второй столбик. Теперь обратите внимание, у нас следующая петелька это переход между элементами в предыдущем ряду. Мы эту петельку пропускаем и находим следующие две петельки. Одна и вторая до двух петелек воздушных. Поэтому делаем по столбику над столбиком предыдущего ряда. То есть обратите внимание, я пропустила одну петельку, которая у нас идет между элементами. То есть над лепесточком, самым первым вот этим вот. Я ее пропустила. Теперь связала по столбику над столбиком предыдущего ряда. Делаю накид и вяжу в эти две воздушные петельки арочку предыдущего ряда. Снова элемент. Три столбика с одним накидом, две воздушные петли, три столбика с одним накидом. Один столбик, второй столбик, третий столбик. Теперь делаем две воздушные петли. Один, два. И довязываем четвертый столбик, пятый и шестой. То есть вторую тройку столбиков элемента. У нас уже, как вы видите, вырисовываются четкие уголочки. Мы до элемента вязали два столбика с одним накидом. И теперь нам нужно два столбика провязать после элемента. Итак, в первую петельку один столбик, во вторую петельку второй столбик. Снова дошли до того момента, где у нас идет перерыв. Вот здесь, как я вам говорила, переход между двумя элементами. Вот они у нас над лепесточком первым. Мы эту петельку пропускаем, там где у нас дырочка такая в предыдущем ряду. И в следующую петельку мы вяжем столбик с одним накидом. И в следующую петельку столбик с одним накидом. То есть в этом ряду у нас идет чередование два столбика в каждую петельку по столбику элемент. Два столбика пропускаем, два столбика элемент. Два столбика до элемента, два столбика после. Затем петельку пропускаем. Два столбика до элемента. Элемент из трех столбиков с накидом, двух воздушных петелек. Трех столбиков с одним накидом в эту же арочку. У нас всегда в две воздушные петельки предыдущего ряда будет три столбика с одним накидом, две воздушные петли, три столбика с одним накидом. То есть всегда без изменения у нас будет вот этот элемент. То есть количество столбиков между вот этим вот переходом, между будем считать дырочкой и элементом, будет увеличиваться количество столбиков. То есть смотрите, в предыдущем ряду у нас ничего не было. Сейчас у нас два столбика и количество будет увеличиваться. То есть в следующем ряду мы уже провяжем, вот смотрите, пропустим вот эту петельку и получается 1, 2, 3, 4 провяжем. Затем элемент 4 и так далее. То есть с каждым рядом у нас увеличивается. У нас уже начинает прорисовываться хорошо звездочка. Итак, давайте довяжем этот ряд до конца. Мы провязали элемент. Теперь провяжем два столбика с одним накидом в каждую петельку по столбику. Затем вот этот переход мы пропускаем петельку и довяжем еще два столбика с одним накидом перед арочкой. В арочку провяжем наши стандартные 3 столбика, 2 воздушные петли, 3 столбика, 1, 2, 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, сюда же 3 столбика с одним накидом, 1, 2 и 3. Теперь делаем накид и еще по столбику провяжем две следующие петельки до нашего перехода между элементами в предыдущем ряду. То есть вот он наш стебелечек, переход. И в этом ряду мы также сделаем переход. Пропускаем петельку, в следующую провяжем два столбика по столбику в первую петельку и столбик во вторую петельку. Теперь в арочку провяжем 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. Наш неизменный элемент в арочку. 3 столбика, 2 воздушные петли, 3 столбика в каждом последующем ряду. И довяжем два столбика с одним накидом в первую петельку столбик и во вторую петельку столбик. Теперь у нас снова идет переход между элементами, наша дырочка, мы эту петельку пропускаем. И сразу делаем в третью петельку подъема соединительный столбик. Вот он наш соединительный столбик сделан. Вот, смотрите. И теперь делаем, получается, переход. Я вам сказала, что четыре столбика, а здесь будет три, так как мы сделаем переход соединительным столбиком в следующую петельку. То есть вот, у нас же здесь должна быть дырочка, так скажем, вот эту петельку, которую мы не провязываем, вот она у нас. Поэтому мы делаем соединительный столбик в следующую петлю перехода. Делаем три воздушные петли подъема, один, два, три, которые заменяют нам столбик. Делаем накид и в следующую петельку до арочки мы будем провязывать по столбику. То есть вот третий, а, ну и четвертый, да, я вам сказала, четыре, значит правильно, так как у нас столбик заменяет один столбик с одним накидом. То есть вот этот столбик из воздушных петелек. Теперь снова мы дошли до элемента, здесь вот две воздушные петельки предыдущего ряда, мы в них провяжем три столбика с накидом, две воздушные петли, три столбика с одним накидом. Один, два, три, две воздушные петли, и еще раз сюда же три столбика с одним накидом. Один, два, три. Теперь мы вяжем по столбику в каждую следующую петельку до вот этой петельки, которая у нас делит наши вот эти вот элементы. То есть для чего мы пропускаем вообще петельку, я вам сейчас объясню. Смотрите, у нас элемент, который в арочке увеличивает, то есть делает как бы уголки звездочки. А та петелька, которую мы пропускаем, делает наоборот уменьшение, то есть вот этот вот, так скажем, загнутый уголок вовнутрь. То есть благодаря тому, что мы пропускаем петельку, у нас идет загинание. Если мы будем вязать во все петельки, у нас будет просто вот такой вот пятиугольничек, то есть прямой пятиугольник. Нам нужна звездочка, у которой уголки не только выпуклые, но и вогнутые. И вот теперь мы довяжем 4 столбика до петельки, где будем пропускать. Итак, первый столбик, следующую петельку, второй столбик, следующую петельку, третий столбик, следующую, четвертый. Пропускаем эту петельку и в следующую через, получается, одну петельку провяжем еще 4 столбика с одним накидом до следующей арочки. Три и четыре. В нашу арочку, как вы помните, провязываем 3 столбика с 1 накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с 1 накидом. Итак, начинаем 1 столбик, сюда же 2 столбик, сюда же 3 столбик, 2 воздушные петельки. Снова делаем накид, ныряем в эту же арочку и довязываем 3 столбика с 1 накидом. Теперь делаем накид и провяжем 4 столбика в каждую петельку по столбику до пропуска петельки средней. 2, 3 и 4. Пропускаем петельку нашу, делаем накид и в следующую провязываем столбик. В следующую столбик и так вяжем по столбику до арочки. Как вы поняли, в следующем ряду у нас столбики там, где 4 снова увеличатся, но не забывайте обязательно пропускать вот эту петельку, которая между 4 и 4 в нашем данном ряду и между арочками. То есть смотрите, обязательно здесь пропускаете петельку, опять же я повторюсь, для вогнутого эффекта, а в арочку провяжите стандартный элемент из 3 столбиков с накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с 1 накидом. Я думаю, что здесь ничего абсолютно сложного нету, вы главное, так скажем, запомните, какие вам нужны самые-самые, так сказать, важные моменты. Иметь ввиду, то есть на счет наших 3 столбиков, 2 воздушные петли, 3 столбика и пропускать петельку посередине. Вот это количество столбиков увеличивается, то есть становится все больше и больше и больше до нужных вам размеров. Посерединке, как вы видите, вот такой цветочек красивенький. Если вы хотите шестиугольник в 6 нужно провязать, вот этих вот лепесточков, то есть чтобы были переходы. Если вы хотите не звездочку, а, например, какой-то такой цветочек шестиугольник. И продолжаете вязать, набирать нужный вам размер звездочки. Мы с вами сейчас довяжем до конца этот ряд. Я вам покажу, как начать следующий. Опять же, мы дошли до того момента, где у нас делятся уголки. Мы пропускаем эту петельку и в следующую петельку провяжем уже столбик. То есть эту петельку мы не трогаем. А до арочки просто вяжем столбики с одним накидом. В арочку вяжем наши привычные 6 столбиков между тремя и тремя 2 воздушные петельки. Для того, чтобы образовалась арочка в следующем ряду, куда вы снова будете увеличивать количество провязанных столбиков, благодаря которым будет увеличиваться и размер самой звездочки. Опять же, я думаю, что здесь ничего абсолютно сложного нет. Справится даже начинающий. И вот так вот продолжаете провязывать дальше. Снова наше разделение между уголками. То есть вогнутый угол. Мы дошли до него, пропускаем петельку. В следующую петельку вяжем, продолжаем столбики до арочки. Их у нас в этом ряду 4. И доходим до арочки постепенно. В арочку мы провяжем наши привычные 3 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. Итак, я провязала 3 столбика. Теперь делаю 2 воздушные петли. Сюда же довязываю 3 столбика. 1, 2 и 3. Каждую последующую петельку я провяжу по столбику. Но обязательно помните, что последнюю петельку мы не довязываем столбик. Она у нас будет для вогнутого эффекта звезды. То есть как мы с вами пропускали вот эту вот петельку, так и последняя тоже не довязывается, а пропускается. Третью петельку подъема делаем в соединительный столбик. Вот, посмотрите, какая звездочка у нас красивенькая получается. Вот. Теперь я вам покажу, как начать следующий ряд. Я надеюсь, что уже здесь все должно быть понятно. Не забывайте в начале каждого ряда делать переход в следующую петельку соединительным столбиком. Для того, чтобы у вас постепенно, постепенно, как бы красивенько было вот здесь вот дырочки. Как вы видите, стыков практически не видно. То есть сильно, если не приглядываться, ничего этого подобного не видно. Есть, конечно, специальные видео уроки, там, где можно вот эти вот три воздушные петельки подъема поворачивать, и их будет не видно. Но здесь я не заостряла в своем внимании. Я вам хочу показать именно, так скажем, систему вязания этой звездочки. Если вы хотите более усовершенствованную, конечно же, можете посмотреть еще видео уроки по поводу соединения вот этих вот рядочков. Итак, делаем три воздушные петельки подъема очередные, которые нам заменяют столбик. И теперь по столбику в каждую петельку вяжем до арочки. То есть вам не обязательно количество этих столбиков считать. Просто делайте в начале ряда соединительный столбик в следующую петельку для того, чтобы сделать плавный переход в ряд. И теперь довязывайте столбики до арочки. В арочку вы всегда провязываете три столбика с одним накидом, две воздушные петельки, три столбика с одним накидом. И затем вам также не нужно будет считать, а просто провяжите до, так сказать, серединки элемента первого и второго, то есть между ними. Вы увидите, что у вас в предыдущем ряду шло вот здесь вот, так скажем, рассоединение одного уголка и второго уголка. То есть вот здесь вот вы пропускаете петельку. Поэтому вы вяжете смело по столбику в каждую петельку. И когда дойдете до пересечения двух уголков до серединки, вы пропускаете эту петельку. То есть вот я довязала до нее, ее очень хорошо видно, не нужно здесь ничего считать. Просто делаете накид, пропускаете и во вторую от этой петельки, во вторую вводите крючок и довязываете снова до арочки. То есть, опять же, если хотите для своей уверенности, можете, конечно же, и посчитать, сколько чего и как. Но, опять же, количество столбиков у вас, если вы все правильно будете вязать, пропускать здесь петельку, а здесь наоборот делать одинаковое прибавление, то у вас всегда будет одинаковое количество столбиков между арочками. То есть между вот этими арочками до дырочки одинаковое количество и здесь одинаковое количество. я надеюсь что все осталось понятно вы продолжаете вязать до нужного вам размера я надеюсь что вам все было понятно я постаралась максимально взять толстую пряжу и толстый крючок чтобы вам показать обязательно комментируйте ставьте лайки задавайте вопросы всем ровных петель и пока пока